Привет, друзья! Сегодня продолжение экскурсии в Михайловский замок, который был самой дорогой постройкой 18 века в мире. Он обошелся российской казне в 6 миллионов 171 тысяч рублей. Этот замок всего 40 дней был императорской резиденцией. Павел I, опасавшийся, как мы знаем, не напрасно дворцовых переворотов, приказал построить не просто замок, а надежную крепость, окруженную со всех сторон каналами. Он планировал проводить в замке собрания и торжественные церемонии мальтийских рыцарей, которых возглавил, называя себя гроссмейстером ордена. 1 февраля 1801 года Павел и его семья приехали в Михайловский замок из Зимнего дворца. Родные императора были очень недовольны этим. Замок еще не успел просохнуть, всюду чувствовалась сырость и запах краски. К тому же расположение покоев и залов было довольно странным. Но современники называли интерьеры Михайловского замка чудом роскоши и вкуса. Предлагаю пройти по отреставрированным залам замка и попутно услышать историю этого великолепного дворца и узнать о судьбе его хозяина, императора Павла I. Интерьеры резиденции оформлялись по проектам архитектора Винченца Бренны, но он во всем подчинялся личным пристрастием императора, капризного и требовательного. В парадные залы замка можно было пройти по мраморной парадной двухмаршевой лестнице. Лестница достаточно простая и строгая, но и торжественная. На ее центральной стене поместили бронзовый герб Российской империи с помещенным в него Мальтийским крестом. Этот вариант герба был утвержден Павлом в 1799 году. Под гербом в нише установлена статуя Умирающая Клеопатра, копия с хранящегося Ватикане античного оригинала. Это работа знаменитого скульптора Паула Трескорни. И вот, как и члены императорской семьи, поднимаемся по парадной лестнице на второй этаж замка. Парадная анфилада, залы которой окружали внутренний двор, делились на две половины – комнаты императора и императрицы. Первым из залов на половине Павла был Воскресенский, отделанный желтым искусственным мрамором и украшенный шестью большими картинами на исторические сюжеты. Предназначался для проведения балов в дни праздников, а также официальных приемов, на которые собирались бы иностранные послы и министры. Здесь, в середине марта 1801 года, было выставлено для прощания тело убитого императора Павла I. После выезда из замка императорской семьи зал использовали как склад, канцелярию, архи, книгохранилище. В середине XX века он стал физкультурным для курсантов военного училища. Совсем недавно осуществлена реставрация Воскресенского зала. Восстановлена облицовка стен искусственным мрамором, воссозданы камины, возвращены на свои места две картины Угрюмова, другие заменены копиями. Из Воскресенского зала можно было попасть в большой тронный зал, стены которого были украшены зеленым затканным золотом бархатом и золоченой резьбой. Восемь ступеней вели к трону, обитому пунцовым бархатом с золоченым шитьем. В центре потолка находился живописный плафон из двух частей, написанный Джузеппе Валериани. Перекрытие зала оформляла богатая лепнина. Во фризе, проходившем под потолком по периметру зала, помещались 76 вставок с изображениями гербов российских городов и губерний. В нишах над дверями были установлены шесть беломраморных античных бюстов римских императоров и их жен. В связи с кратковременным пребыванием Павла в замке, официальные церемонии и парадные ауэдиенции в зале не проводились. Позднее он использовался под библиотеку инженер-генерала Петра Корниловича Сухтелина, впоследствии пополнившую фонды императорской публичной библиотеки. В 1820 году, после переселения в замок главного инженерного училища, которое дало замку второе название инженерной, в Большом тронном зале разместился архив, для нужд которого были изготовлены двухъярусные книжные шкафы. Они сохранились до настоящего времени. В ходе последней реставрации восстановлены многие элементы интерьера Большого тронного зала. В дальнейшем предполагается исполнение точной копии трона императора Павла I. Далее следовал арабесковый зал или галерея арабесок, напоминавшая арабески из лоджи Рафаэля. Перекрытия и стены зала во времена Павла I были расписаны художниками итальянского происхождения Антонио Виги и Пьетро Скотти. Галерея была одним из самых нарядных и эффектных помещений замка. После смерти императора убранство галереи было утрачено. Стены закрасили краской, ниши со статуями заменили окнами. В 20 веке здесь размещался читальный зал Центральной военно-морской библиотеки. За арабесковой галереей следовала галерея Лао Коуна, где стояла копия античной группы Лао Коу. На стенах висели шпалеры с сюжетами из Святого Писания. Многое в этом зале утрачено, но в настоящее время ведутся дополнительные научно-исследовательские работы по восстановлению интерьера. Далее гости попадали в большой овальный зал, вдоль которого попарно стояли 16 колонн ионического ордера, увенчанные кариатидами, поддерживающими купол зала. В простенках между колоннами помещались огромные зеркала в золоченых рамах. В центре потолка был живописный плафон работы Антонио Вигги. Мебель в этой гостиной была бархатная, огненного цвета, отделанная серебряными шнурами и кистями. В середине 19 века, когда зал стал одним из модельных помещений инженерного училища, он был разделен на два этажа, для чего был сбит карниз, а также убран один из барельефов, на месте которого сделана дверь. Сейчас дверь убрали, перекрытие разобрали, а вместо снятого барельефа была помещена памятная доска. За овальным залом находилась мраморная галерея, она же галерея мальтических кавалеров, она же Георгиевский зал, один из самых больших парадных залов Михайловского замка, предназначенный для торжественных собраний кавалеров ордена. В убранстве зала использовали семь сортов мрамора разного цвета. Вдоль западной стены были установлены три беломраморных камина, инкрустированных лазуритом и яшмой. Двери зала были набраны из различных пород дерева. Зал украшали мраморные античные скульптуры и позолоченные светильники. По другую сторону парадной лестницы начинались комнаты анфилады Марии Федоровны. Первая из них – галерея Рафаэля. Сейчас ее стены украшают портреты членов императорской семьи Романовых. В плафоне потолка размещены живописные полотна. В витринах миниатюрные портреты все тех же Романовых. Семья большая, только у Павла с Марией Федоровной было 10 детей. Из галереи можно было пройти в тронную залу императрицы. Несмотря на небольшие размеры, она производила сильные впечатления, благодаря царственной роскоши отделки. Стены были затянуты малиновым бархатом. Такой же тканью был обитрон императрицы. В глубине ниши помещался камин белого мрамора с барельефом. В центре потолка, в окружении позолоченной лепки, помещался плафон суд Париса. Когда во время экскурсии мы переходили из зала в зал, я была полностью согласна современниками Павла. Интерьеры Михайловского замка – это чудо роскоши и вкуса. Рядом с тронной, во внешнем кольце залов, находилась парадная столовая. Ключевым элементом убранства интерьера являлись две самые большие во дворце бронзовые люстры, на 50 свечей каждая, исполненные по рисункам Джакома Кваренге. В центре торцевых стен помещались два камина из сибирского порфира, над которыми располагались огромные зеркала в золоченых рамах. Пять балконных дверей ведут на просторную террасу. Иногда в столовой устраивались камерные концерты. Здесь же происходили ужины императорской фамилии в окружении избранного общества. В этой столовой проходил последний ужин Павла I 11 марта 1801 года. И еще один парадный зал, испокоив Марии Федоровны. Недалеко находилась домовая церковь Архангела Михаила. Сейчас она тоже восстановлена, но зайти в нее не получилось. А вот зал антиков императрицы Марии Федоровне был открыт. При Павле этот зал играл роль своеобразного музея античной скульптуры. Убранство павловских времен зал не сохранил. Раньше стены были отделаны разноцветным рамором, а двери бронзой. Сейчас для обозрения в зале выставлены картины, иконы и различные церковные утварь, в том числе и царская Евангелие. По левую руку от церкви находились жилые комнаты императора, императрицы и великого князя Константина Павловича. В юго-восточном углу находились комнаты Фрейлин и небольшой дворцовый театр. Зал, через который мы проходим, это бывшие покои Фрейлины Протасовой. Роскошные интерьеры, невиданные меры безопасности, казалось бы, живи и радуйся царству и верши, но судьба распорядилась иначе. Уже вскоре после воцарения Павла против него стал созревать заговор среди высшего дворянства и в армии. Заговор возглавлял граф Никита Панин, бывший воспитатель Павла. В число заговорщиков ходили Платон Зубов, бывший фаворит императрицы Екатерины Второй. Его брат Николай Зубов, сыгравший свою роковую роль. Пётр Талызин, командор Мальтийского ордена, командир Преображенского полка. Граф Пётр Алексеевич Палин, петербургский военный губернатор, глава тайной полиции. Генерал Леонтий Бениксен, командир Изюмского полка и другие. Проводником по тайным ходам замка был полковой адъютант императора Аргамаков. Когда заговорщики вошли в спальню императора, тот уже был на ногах. Его разбудил крик камер гусара, находившегося перед комнатой. Императору, угрожая шпагами, сказали, «Вы арестованы, Ваше Величество». Павел успел бы убежать по другому по тайному ходу, едва заслышав шум, но он оставался в комнате и только спрашивал, «Что вы делаете?». Генерал Бениксен сказал, «Оставайтесь спокойными, Ваше Величество, дело идёт о вашей жизни». Затем произошло непредвиденное. Павел оказался распростёртым на полу без движения, без следов крови, но прозвучало, «С ним покончили!». Несчастный государь был лишён жизни непредвиденным образом и вопреки намерениям тех, кто составлял план этой революции. Ведь заговорщики, по их словам, хотели только заставить его подписать акт отречения от престола. Позже говорили, что императора убил один из братьев Зубовых, ударив в висок золотой табакеркой. По рассказам других, императора задушили шарфом. Официальной версией смерти Павла I был назван «Апоплексический удар, инсульт». О цароубийстве по цензурной прессе не писали до 1905 года. Говорят, что Павел I предвидел свою смерть, потому что ему якобы встретилась юродивая, которая сказала, что жить императору столько лет, сколько букв в парадной надписи над воскресенскими воротами Михайловского замка. «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней». 47 символов. 47-й год шёл Павлу, когда он был убит. Но вернёмся к Михайловскому замку. В 1819 году он был передан Главному инженерному училищу. С февраля 1823 года замок официально стал носить название «Инженерный». Среди его известных выпускников – герой русско-японской войны генерал-лейтенант Роман Исидорович Кондратенко, военный министр Российской империи, генерал от инфантерии Алексей Андреевич Поливанов, командующий добровольческой армией генерал-лейтенант Владимир Зинунович Маймаевский, легендарный советский генерал-лейтенант, герой Советского Союза Дмитрий Михайлович Карбышев и много других прославленных российских офицеров, деятелей искусства, писателей. Композитор Цезарь Антонович Кюи и великий русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. На протяжении двух веков, когда в Михайловском замке располагались военные учебные заведения, а затем различные советские учреждения, неоднократно осуществлялись изменения в планировке всего ансамбля, перестройке его интерьера. В 1991 году Михайловский замок вошел в состав архитектурного комплекса Государственного русского музея.